Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Как я тут поживаю» с вами Виталя. Вот я получила журнальчик, выписывала, села его полистать, изучаю все какие-то тут правила. И меня вдруг посетила мысль, а ведь у меня тоже уже появились определенные правила жизни в деревне. Вот действительно новые для меня правила, с которыми я раньше не сталкивалась и даже не задумывалась на эту тему. Ну, чтобы ничего не забыть, я взяла тетрадку и все расписала. И сейчас вам по порядку расскажу о них. Наверное, сейчас многие улыбнутся, но первым правилом, которое мне пришлось запомнить и освоить, оказалось вот что. Ну, наверняка многие сталкивались с такой проблемой, особенно люди не деревенские, дачники. Когда срочно бежишь мыть руки, намыливаешь их под краник. Опа! А воды-то в нем и нет. Пустота. Отсюда первое правило. Сначала заливаем. А только потом выливаем. То есть необходимо проверить, что наш рукомойник наполнен водой. То есть проблем-то никаких нет, если у вас емкости наполнены. И отсюда второе правило. Проверять наполненность емкостей с водой каждое утро. Если водички нет, то утром за ведерочко и на колонку. Вот водичка должна быть. Но сейчас у меня проблема эта решена. Вот как у меня появилась эта 60-литровая бочка, плюс мои ведерки. Мне, в общем-то, этой воды хватает на три дня. Ну и следующее правило. Это я мою посуду два раза в день. То есть утром и вечером. В течение дня я только складываю ее в раковину составляю. Почему? Чтобы не тратить драгоценного времени. Не отвлекаться на пустяки. Утром, если у меня есть накопленная здесь посуда, я ее вымыла. И вечером, также после приготовления пищи, я за собой мою посуду. Четвертым правилом я для себя выбрала то, что необходимо. Вот ведерко из-под мойки выносить также два раза в день. Утром и вечером. Чтобы не получилось. Например, вот я взялась готовить, и мне необходимо что-то ополоснуть. Срочно за собой смотрю, а у меня ведро полное. То есть пока у меня ни водопровода, ни водоотведения нет, вот ведерочка приходится выносить. И делаю это я регулярно, как я сказала, два раза в день. Утром и вечером. То есть контролирую. Иначе получится перелив, и придется обуваться, бежать на улицу, выносить все это. В общем, чтобы такого не происходило, регулярно вношу ведерко. Прошу прощения за пикантные подробности, но бытовой мусор я тоже складываю вот в пакеты и уже приучила себя выносить их сразу к месту сбора. Мусор у нас собирают один раз, вернее, в две недели. То есть я себе вот для удобства поставила мешки из-под корма. Ну, я этим кормом-то не кормлю, это вот у меня мешки просто остались после переезда. Очень удобно. Я пакеты складываю в большие мешки, и потом одним разом отношу бытовой мусор вот к месту сбора мусора. Приезжает машина, как я сказала, один раз в две недели, все это дело собирает. Почему это делаю регулярно? Да. Были случаи, что закрутишься, забегаешься, и, в общем-то, машину можно пропустить. И потом еще две недели будешь жить со своим мусором. Поэтому вот у меня уже сформировалось такое правило. Следующим правилом хочу назвать приготовление дров для топки печи. Печь я топлю вечером, один раз в день. В общем-то, дров у меня хватает и в доме, но я, как сказать, комбинирую сухие дрова, и есть у меня еще сырые дрова, чтобы расход был такой вот у меня стабильный. То есть и сырые уходили, и сухие уходили. Но, тем не менее, мне нужно в течение дня приготовить три охапки дров, чтобы, опять же, не было сюрприза вечером и среди ночи. То есть, ну, уже в темное время суток не пришлось бежать на улицу за дровами. То есть, это тоже правило, которому я следую. Всю пищу для себя и для своих бегемотиков я стараюсь готовить вечером во время топки печи. Опять же, чтобы грамотно расходовать тепловой ресурс, да, печка топится, можно приготовить еду. И второе, экономим электроэнергию. То есть, я уже не на плитке готовлю, а стараюсь все-все приготовить на печи. Свою печку я также приучила себя чистить регулярно, ежедневно. Это я уже говорила в своих роликах. То есть, первым делом я просыпаюсь и чищу свою печь. Вычищаю топку, вычищаю поддувало и считаю это правильным. Ну, мы же застилаем кровать свою ежедневно и зубы чистим. И, в общем, это тоже, я считаю, должно быть определенным правилом. То есть, каждый день я начинаю топить печь совершенно вот вычищенную и ухоженную. Ну, вот немножко дополню свое же правило. Золу, залу из печи тоже я стараюсь выносить ежедневно. Вот я за три дня насобирала. И, в общем-то, это опасно оставлять в ведре. В каком смысле опасно, если доберется мой капитоша, все, мне потом еще три дня убирать весь дом. Так что, да, он туда залезет, он тут все перевернет, все лапкой разгребет. Ну, и представляете, что будет. Поэтому залу я выношу на улицу, на огород, на участок рассыпаю тоже регулярно после каждой чистки. Что касается продуктов питания, я все необходимое стараюсь приобретать во время поездки в город. То есть, крупы, макароны, овощи, в общем, все я покупаю в городе, но все равно случается так, что вот раз и чего-то не оказалось. На этот случай в деревню приезжает автолавка. То есть, соль, спички, сечка, гречка, молоко, как я говорю, всегда можно приобрести. Но автолавка бывает дважды в неделю, по вторникам и пятницам. И, в общем, уже мне пришлось тоже отработать правила, не забывать, что во вторник с 10 до 11 она приезжает, и в пятницу с 2 до 3. То есть, если что-то необходимо, там, соль, спички, какие-то, может быть, сахар, ну, что-то такое вот, всегда можно купить это в автолавке. Ну, и плюс автолавка, это же не просто магазин на колесах, это еще место встречи немногочисленных деревенских жителей. То есть, вот собираются наши там 3-4 бабушки возле автолавки, и можно послушать последние новости, рассказывают о себе, кто что приготовил. Если имеет место быть какая-то обновка, конечно, наряжаются, все это демонстрируют у автолавки. В общем, вот такое у нас социальное тут происходит общение. Ну, и последним десятым правилом я хочу назвать контроль электроэнергии. То есть, у меня сейчас поменена вся проводка, все сделано по уму и грамотно. Заменили мне электросчетчик. Вот у меня установлен новый электронный электросчетчик. Слово сказать, эта услуга бесплатная, то есть, я сделала заявку по телефону, приехали мастера и установили бесплатно. Ну, вот теперь мне пришлось осваивать его и, в общем-то, контролировать электроэнергию. В течение дня я стараюсь не готовить, хотя у меня вот индукционная панель, это агрегат очень экономичный, в отличие от электроплитки. Ну, и тем не менее, стараюсь не готовить. Я об этом говорила в одном из своих правил. Готовлю на печи, опять же, в целях экономии. Но, скажем, в чаепитиях я себе не отказываю. Стройка века у меня продолжается, то есть, электроинструменты работают. Стирать мне также приходится. Поэтому, вот, каждый день я отмечаю расход киловатт-часов и записываю себе в тетрадочку. Вот, хочу показать за март месяц. Ну, март у нас только начался, но то же самое я делала и в феврале. Вот, пожалуйста, у меня в сутки идет расход не более 3-4 киловатт-час. Вот, где 4, я помечаю, что я тут накрутила, вот, стирала, например. Или вот блины пекла, пекла блины на плитке, поэтому чуть больше израсходовала электроэнергия. А так, вот, где-то в районе 3 киловатт-час, как я сказала. То есть, в световой день расходуется у меня 1 киловатт-час, как правило. За ночь, ну, за счет того, что у меня включены все темное время прожектора на улице, еще 2 киловатта. Вот такие дела, дорогие друзья. Вот так я здесь и поживаю. Поживаю. Захочешь жить, научишься вертеться, как там в поговорке говорится. Так, это моя работа на сегодня. Вроде все расставила, но сейчас буду все снимать заново, поскольку нужно продолжать. А вас благодарю за просмотр. Заходите на канал и будете в курсе всех новостей. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok